Заратустра Здравствуйте! Фридрих Ницше так говорил Заратустра. В этой книге практически заложена вся философия Ницше. И эту книгу очень часто называют философским романом. И тут надо обратить внимание на это слово «роман». Ну, если кому-то приходилось читать философов Ницше, других, ну, скажем, Канта, Спинозу, ну, могу назвать кого-нибудь из более близких нам, ну, современных, скажем, там, Хайдегера, Деллеза, Фукуяму, список огромен. Каждый скажет, что на роман их труды не походили. И что любопытно, вот, кстати, именно на это, вот, на такой романно-поэтический стиль изложения Ницше, обратили внимание, и не просто обратили, а частенько Ницше доставалось за это. Ну, вот, в частности, от Льва Николаевича Толстого. Ну, видите, я привожу высказывание Льва Николаевича и там выделяю несколько слов. То есть, кое на что Льв Николаевич всё-таки обратил внимание, по контрасту или созвучию. Ну, вот, дальше звукописи не пошёл. Не пошёл, ну, мол, как же так, философский трагдат и какая-то тут звукопись вообще. Как всё это может быть между собой связано? Ну, и кое в чём с Львом Николаевичем можем, конечно, согласиться. Действительно, книга написана так, как до Ницше и после Ницше никто никогда не писал. Она написана ритмизованной прозой. И её можно поэтому читать, ну, как поэму мы читаем. Но мало этого, не только как поэму, её можно слушать как музыку. Ну, вот сейчас приведу вам слова Ницше. Как мало надо для счастья. Достаточно звука какой-нибудь волынки. Жизнь без музыки одно лишь заблуждение. Ну, это я цитирую по Алексею Лосеву. Я, забегая вперёд, скажу, что я буду приводить много цитат из разных авторов. Ну, не хочу на это отвлекаться. Каждый раз рассказывать, что за автор и прочее. Поэтому, кому интересно, я буду приводить, откуда это взял. А рассказывать буду так вот, ну, не отвлекаясь на этих адресатов. Это на всякий случай такая оговорка. Или вот, например, письмо, которое Ницше пишет Софии Ричи. Ну, это жена учителя Ницше. Это письмо датировано 2 июля 1868 года. Это музыка, которая случайно оказалась записана не нотами, а словами. Ну, речь здесь идёт о рождении трагедии из духа музыки. Я говорю, что речь идёт об этой книге, об этой работе Ницше. Ну, эта работа выйдет в свет, будет опубликована, закончена только в 1872 году. То есть, видите, за 4 года до этого он пишет такое письмо. Но Ницше весь погружён уже вот в такой способ подачи материала. Вот его увлекает эта идея, что вот можно, оказывается, написать нечто. Ну, давайте не буду своими словами, приведу ещё одну стату из Ницкой. И вот опять будет письмо этой же самой Софии Ричи, ну, дата там другая. Быть может, однажды я всё же найду филологический материал, с которым можно будет обойтись на музыкальный манер. И тогда я буду лепетать, как младенец, и нагромождать образы, как варвара. То есть, видите, вот как он будет всё это делать. И это пишет Ницше, которому 24 года, который формально ещё студент, но уже получил приглашение быть профессором филологии в Базельском университете, в Швейцарии. Тут только остаётся руками развести, как это всё вообще в таком возрасте, вот так это всё уживалось Ницше. И вообще вот эта идея написать нечто, филологический пока труд, по законам, по канонам построения музыкального произведения. Ну, тут надо сказать ещё одну вещь. Незадолго вот до этого, вот до написания этого письма, этой самой Софии Ричи, Ницше открывает для себя Шопенгавера. В 1865 году, будучи ещё студентом, Ницше заходит в какой-то магазин, в книжную лавочку, и среди вот развала книг, которые там лежат, находит Томик Шопенгавера. И это был не просто Томик, это была главная работа Шопенгавера «Мир, как воля и представление». Ну, тут надо ещё тоже сказать одну вещь, что вот Шопенгавер на этот момент ещё не был настолько известен, настолько популярен, чтобы вот прям, увидев его имя, человек вцепился в его книгу. Ничего подобного. Ну, уже начали о нём говорить, так сказать, уже началось восхождение славы, если можно сказать, Артура Шопенгавера. Ну, всё это было в самом-самом начале. И вот поэтому, когда Ницше натыкается на эту книгу, то, в общем-то, имя Шопенгавера мало о чём ещё говорит. А это, как я сказал, главный труд Шопенгавера «Мир, как воля и представление». Видите, я повторяю, но это действительно очень и очень важно. Ну, я, естественно, не буду разбирать сейчас философию Шопенгавера и прочее, но буквально несколько моментов. Для Шопенгавера мир непознаваемый. Он существует благодаря воле, которую тоже познать невозможно. Причём эта воля заложена и в самом мире, и в человеке, и в природе, и в чём угодно. Но всё это непознаваемо. Но, тем не менее, существует такая вещь, как музыка. И вот, оказывается, музыка нас может максимально приблизить вот к тому, что мы всё равно познать не сумеем. Но, тем не менее, вот по мысли Шопенгавера приблизимся максимально. Ну, если кто-то читал работу Ницшева «От рождения трагедии из духа музыки», то мог увидеть, что там огромные цитаты из Шопенгавера присутствуют. И вот именно цитаты, связанные с музыкой. Ну, тут ко всему, что я вам сейчас сказал, надо добавить ещё одну вещь, что Ницше и сам сочинял музыку. Ну, на сочинение, музыкальное сочинение Ницше я не стану отвлекаться. Поверьте, и там есть о чём рассказывать, но просто нас это уведёт очень далеко в сторону. А вот к его идее «Фикс» я обязательно вернусь. И, собственно, вот ради этой идеи и затеял весь этот разговор. Ницше написать произведение, ну, вот на данном этапе, пока не сфилологическое, где композиции и прочее, то есть всё-всё-всё будет построено по музыкальным канонам. То есть Ницше просто горит этой идеей. И реализует эту идею. Ну, я уже назвал, ещё раз назову, в 1872 году, выходит, появляется вот эта его работа «Рождение трагедии из духа музыки». Ну, на самом деле, вот эту свою идею писать по музыкальным законам, по музыкальным канонам и прочее Ницше реализует не только в рождении трагедии. Это вы можете заметить и в других его работах. Но, я же заголовок-то вынес кого, Зратустру. Так вот, наиболее ярко, наиболее полно, ну, максимально, что ли, вот эта идея написать произведение по музыкальным канонам Ницше реализует именно вот в этой своей книге «Так говорил Зратустра». И поэтому не случайно, очень давно, несколько лет назад, я снял видео, которое я смотрю, до сих пор люди заглядывают, что я там рассказал. Ну, там я и пытался преподнести вот эту мысль о том, что даже не понимая порой того, о чём говорит Ницше, только вот заслушавшись музыкой его текста, его произведения, всё это как-то входит в нас. И то, что мы сразу не поняли, если музыка в нас вошла, то потом задним числом что-то всё-таки проясняется. Ну, тут я, видите, отвлёкся, но я себе ещё пару слов позволю. Вот вы слушаете какое-то музыкальное произведение, ну, оно может быть любое, может быть классика, симфония, оратория, там, оперу слушаете, а можете слушать, не знаю, там, бо, рок, что угодно. Неважно, сейчас я совершенно никак не дифференцирую музыку, разные, разные направления. Я сейчас имею в виду музыку, но где нет текста, нет слов, вот просто музыка и всё. Ведь мы всё равно что-то переживаем, что-то в нас остаётся, да? А вот спроси вас потом, вот прослушали вы такое-то произведение, там, джазовую какую-то композицию. Вы можете пересказать, что вы услышали? Не в состоянии, но тем не менее вы пережили, прочувствовали это. И вот с Ницше, вот с его Заратустрой, можно и так подходить к этому произведению. Ну, я сейчас задался целью подойти к нему иначе, но тем не менее, вот всё это мне было очень важно сказать. То есть Ницше реализует свою идею, вот, построить произведение по музыкальным законам, но уже не филологическое, а философское, то есть написать философский труд, который, как я сказал, многие критики назовут потом романом, поэмой. И именно этого, этой музыкальности и поэтичности, ну, не услышал Лев Толстой. Ну, что значит не услышал? Музыкальность-то он услышал, но не увязал. То есть он услышал перепрыгивание с одной мысли на другую. Или, ну, наверное, лучше будет так сказать, то есть перепрыгивание с музыкальностью у него не сплелось в нечто одно. А ведь именно музыкальность способна заполнять те лакуны, что не сформулированы в какой-то мысли. А какая-то мысль, переходя в музыку, получает там какое-то своё совершенно иное развитие, чего, ну, словами просто не выскажешь. Ну, давайте то, что Толстой вот так отнёсся к Ницше. Он вообще назвал его сумасшедшим. Ну, оставим за Толстым право придерживаться его точки зрения. Ведь на самом деле Толстой и оперу за искусство не считал. Ну, он рассуждал, ну, как же так вот. Стоит человек на сцене, да, хватает нож, вонтает себя в грудь, падает. Умереть же он должен. Нет, он лежит и поёт. То есть вот, ну, реалист Лев Толстой до мозга костей не мог вот принять этих условностей. Ну, как сказал, оставим это на его совести. Лев Толстой велик другим и будем отдавать ему должное за то, что он написал такие великие романы. А то, что так отнёсся к Ницше или так отнёсся к опере, для нас Ницше и опера не перестанут быть, ну, чем-то интересным, важным и так далее. Ну, как я сказал, если Толстой не услышал, это не значит, что не услышали другие. И вот, например, Рихард Штраус в 1896 году, а Зратустро, о котором мы с вами говорим, выходил в 83-85, то есть, видите, 10 лет всё-таки прошло после выхода, напишет симфоническую поэму вот под тем же самым названием. Так говорил Зратустро. А Густав Малер включит в состав своей третьей симфонии, это тоже, кстати, 1896 год, видите, они со Штраусом одновременно это сделали. Так вот, включит в эту свою симфонию полуночную песнь Зратустро. Видите, как оказываются музыканты, большие музыканты, отреагировали вот на то, что написал Ницше. Услышали, значит, они эту музыку. Ну, пойду дальше. Просто интересно проследить вот эти все ассоциативные связи, потому что вот первые аккорды из того, что написал Штраус, то есть, вот из его Зратустро, Стэнли Кубрик потом использует в своём фильме 2001 год. Космическая Одиссея. То есть, видите, куда это ушло. Ну, или перенесёмся в наши дни. В 2020 году есть такая группа «Ночная трость», и она выпустила музыкальный альбом «На блаженных островах» называется. Это на одноимённую главу произведения Ницше. И тем самым посмертно исполнила на группу это желание Константина Ступина написать вот хотя бы одну композицию по книге «Так говорил Зратустро». Видите, и до наших дней всё это дошло. Ну, на самом деле список музыкантов, ну, просто огромен, которые вот так отреагировали на Ницше, вот на его Зратустро. Ну, был такой учёный американский Павел Маклович. И вот он, просто любопытно заглянул я туда, насчитал 174 композитора из 19 стран мира, которые вот прямо или косвенно обращаются к тексту вот этого самого Зратустро, которого написал Ницше. Ну, и среди них назову нескольких. Ну, Штрауса и Малера я уже назвал, а нескольких, потому что, ну, все 174 имени я, естественно, перечислять не стану. Но такие имена, вот, как Карл Уорф, ну, Сергей Танеев, Пауль Хандемид, Антон Веберн, Арнольд Шонберг, Феручи Бузони, Хутов Вольф. Ну, всё, стоп, не буду больше, хотя его список просто гигантский. Услышали мы всё это, я вам про всё это рассказал. Ну, и кому-то может в голову прийти такая мысль. Ну, вот, да. Ну, писал Ницше так, ну, от Бога досталось, получалось так почему-то. То есть, в общем-то, как бы всё это, ну, случайно, что ли, если хотите. И вот я, затевая этот разговор, это, пожалуй, первая мысль, которую я держал в голове, что нет, не случайно. И, собственно, весь разговор я и пытаюсь повести так, чтобы вам, ну, доказать, донести вот эту свою мысль, что не случайно, что всё, что делал Ницше, было, ну, просто невероятно осмысленно. Я обещал цитаты, вот, как сам Ницше скажет об этом. Это письмо Георгу Брандесу 2 декабря 1887 года. То есть, видите, уже после того, как появился этот самый Заратустра. «Многие слова пропитались у меня иными солями и имеют для моего языка другой вкус, чем для моих читателей». То есть, видите, о чём говорит Ницше. То есть, вроде как мы читаем слова, мы знаем, что эти слова обозначают, а вот для Ницше, оказывается, они пропитались иными солями. И он, употребляя эти слова, в общем-то, общепринятые, общепонятные, имеет в виду всё-таки что-то иное. И, ну, Брандес отвечает на это письмо, и вот что он пишет. «Наиболее вразумительным в языке Ницше является не само слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов. Короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью, стало бы всё то, что не может быть написано». Ну, я сказал, отвечает. На самом деле, просто потом Брандес создал книгу вот с их перепиской. И там и письма, и комментарии Брандеса, поэтому оттуда я это взял. Видите, Ницше поставил в квадратные скобки. В тексте у Брандеса Ницше имени не было, но, в общем-то, говорит именно он о нём. То есть, видите, понимал Брандес, как надо воспринимать Ницше. То есть, наиболее вразумительном в языке оказываются не сами слова, а вот музыка, стоящая за этими словами. Ну, там, страсть и прочее, и прочее, и прочее. А помните, в предыдущих видео мы говорили о том, что кино, например, ну, так получилось, что о кино у нас зашёл разговор, надо воспринимать во времени. И, воспринимая кино во времени, естественно, какие-то переживания там возникают у нас и так далее, и так далее. И нам невероятно важно, вот, как построен кадр, например. Я говорил о том, что кино ещё, ко всему прочему, искусство изобразительное. Нам важно услышать музыку, которая звучит за этим кадром. То есть, видите, какой комплекс, да? Ну, не удивляйтесь, что я сейчас отвлёкся на кино. Дело в том, что если кто-то смотрит фильм, да, вот, прокручивая его на повышенных оборотах, то, естественно, все эти вещи пролетают мимо. И музыка, и как построен кадр, и переживания по ходу событий, которые нам показывают, нет. А есть что? Есть вот вытягивание, высасывание информации из того, что вот туда заложено, в этот самый фильм. Я, может, отчасти повторяюсь, но мне очень важно это сказать, потому что искусство и философия, тем более философия, подаваемая так, как её нам подаёт Ницше, не сводятся только к информации. И если человек, вот, который так, предположим, смотрит кино, пропуская всё это, лишь бы вот выбрать, вытянуть оттуда эту информацию, вот точно так же прочитает, предположим, Заратустру, или сегодня есть совсем простой способ, можно войти в интернет, разыскать, там, страничку с кратким содержанием, там, на пяти-шести страничках всё изложено, прочитал и вроде как знаю, кто такой Ницше. Так вот, в этом случае, да, человек действительно вытянет информацию. Но, после этого, вот, я читаю посты, которые вы мне пишете, да, и общаться с разной публикой приходится, лекции я иногда читаю, и задают людям вопрос, ну, а в чём же, собственно, величие Ницше? В чём суть его философии? То есть, вот, именно так прочитав, так пробежав, конечно, в чём величие, в чём суть? Всё это прошло мимо. Поэтому я буду рассказывать иначе. Ну, а у кого не хватит терпения слушать мой обстоятельный рассказ, ну, что, крутите на двойных-тройных оборотах, а, может быть, и вообще не слушайте. Тоже вариант. Я не сомневаюсь, что кого-то удивила уже такая затянувшаяся преамбула. Я специально начал с музыки и специально сделал вот такой акцент на музыкальности Заратустра. Ну, тот, кто прочитал заголовок, уже видел там. Заратустра и последние люди. Ну, казалось бы, можно прямо начать с этого. Заратустра и последние люди и разбирать, что к чему. Но, во-первых, доберёмся мы до последних людей. А потом, чтобы начать говорить о последних людях, я должен предположить, что вы всё остальное знаете. А я уверен, что не знаете. Больше того скажу. Я уверен в том, что и сам раньше этого не знал. Вот совсем недавно я взял и перечитал эту книгу. Я её перечитывал уже не второй и не третий раз. И потрясающее впечатление. Вот я не знаю, не считал, сколько именно раз я её перечитывал. Но вот в последний раз читаю. И такое ощущение, что читаю совершенно заново. То есть открывается масса новых вещей, которых я раньше просто не знал. И вот, собственно, этими своими открытиями я и хочу поделиться. Ну, а что касается последних людей, как сказал, мы с вами до них ещё доберёмся. Но для того, чтобы до них добраться, мне придётся обратиться, кроме Ницше, ещё и к другим философам. Так что рассказ приготовьте, получится долгим. Но приготовьтесь ещё к одной вещи. Что по ходу рассказа вы услышите много такого, чего ни один критик до меня, ну, по всякому случаю, мне так думается, не сказал. Я не первый заговорил о музыкальности Заралтуста. Об этом много написано, диссертации есть, чего только нет. Я, естественно, листал, читал всё это. Но вот упущено, без конца я натыкался на одно и то же, упущен смыслообразующий аспект этой музыкальности. Ну, точно так же, как вот упустил этот смыслообразующий аспект Лев Толстой. Ну, о Толстом я уже вам сказал несколько слов, не буду сейчас повторяться. Так вот, видите, так, конечно, удобно легать критиков, диссертантов, даже, видите, Льву Толстому от меня досталось. А на самом-то деле я и сам упускал очень долгое время. И когда поначалу читал Заратустру, а, как сказал, читал не один раз, вот эту музыкальность я слышал. И нет-нет, возникало какое-то ощущение, что вот эта музыкальность, эта красивость, ну, это действительно красиво, понимаете, начинает мне мешать. То есть мне хочется сквозь эту красивость, сквозь эту музыкальность прорваться, вот добраться до того самого смысла, до той самой сути, о которой вот сегодня меня очень часто и очень многие спрашивают. И тогда я приходил к мысли, ну, мне сегодня даже стыдно немножко, что я к ней приходил, что вся эта красивость, что вся эта музыкальность мне мешает. А на самом-то деле не мешает, а дополняет. То есть привносит в то, о чём говорит Ницше, ещё один смысл. То есть возникают в произведении вот слои такие своеобразные, иногда это второй слой, иногда третий, иногда четвёртый, ну, я не знаю, может, я не добрался до всех, может, их там ещё больше. И ведь если вычленить, вот, отмести действительно эту музыку, отмести вот эти все поэтические экзерсисы Ницше, всё это оставить в стороне, и вот действительно добраться до смысла, то получается совершенно невероятная вещь. Я вдруг прихожу к Бодрияру, я прихожу к его обществу потребления. То есть, если я хотел вам рассказать вот об этих последних людях, то оказывается, что эти последние люди и есть вот эти бодрияровские люди, которые живут в этом обществе потребления. Ну, а Ницше, он что же, предсказал нам Бодрияра, то есть предрёг, что вот Бодрияр придёт к таким мыслям. Меня не покидает ощущение, я попробую это тоже как-то до вас донести, что всё-таки Ницше преследовал нечто большее. И то, что он сказал в своём Заратустре, я ни в коем случае не хочу бросить камень по Бодрияру, но до него обязательно доберёмся. Но здесь присутствует ещё нечто иное. Но не станем забегать слишком сильно вперёд, а пока давайте постараемся отложить в нашей памяти. По мысли Ницше, если человек не слышит музыку, если ему безразлична её глубина, этот человек обречён. Он действительно последний человек на Земле. Конечно, нелюбовь, неумение слушать музыку, неумение проникать в её глубину и так далее – не единственный порог этого человека. Но, не станем забегать вперёд, на музыкальность Заратустры я обратил внимание ещё по одной причине. Дело в том, что когда под руководством сестры Ницше, Элизабет Фёрстер Ницше, ну, так её звали, вышло третье издание собрания сочинений философа и её брата Ницше, то Реджинальд Холлингдейл в связи со смертью философа, ну, просто отмечалось, что, ну, вы помните, что Ницше умер 25 августа 1900 года, так вот этот самый Реджинальд высказал такую мысль. Он не знал ни того, что стал знаменит, ни того, что эта известность покоится на искажении почти всего, чему он учил. То есть, видите, какую мысль высказывает этот самый Реджинальд. С одной стороны, слава, мировая слава, а с другой стороны, покоится она на том, что те, кто поклоняются Ницше, исказили почти всё, чему он учил. И это действительно так. Искажение тьма, не буду сейчас к ним ко всем обращаться, Я только скажу, что вот я, затевая этот рассказ, подумал, что сделаю что-то, приму, чтобы вот этих искажений избежать. И по ходу рассказа я буду, я уже говорил об этом, приводить много цитат. Буду писать на доске, откуда я это взял и так далее, кому интересно, прочтёт. Но я заговорил об искажениях. И поэтому, прежде чем речь зайдёт у нас о последних людях, Позволю себе остановиться ещё вот на чём. Мы с вами читаем Заратустру по-русски. Ну, кто знает хорошо немецкий, владеет совершенствами немецкими, Может прочесть в оригинале. Но я догадываюсь, что большинство моих слушателей прочитали или читают Заратустру по-русски. А тут есть проблема. Очень многое из того, что вот присутствует в немецком оригинале, В русский текст не попало. Ускользнуло как-то из него. И произошло это, сейчас назову причину, вы улыбнётесь, Именно потому, что переводчики слышали эту музыку. И пытались, вот уже создавая русский текст, эту музыкальность сохранить. Так что, видите, не только мне она оказалась помехой на каком-то этапе, А даже вот и профессиональным переводчикам. То есть, желая сохранить эту музыкальность, ну, что они делали? Они были вынуждены где-то подменять слова, Где-то что-то переставлять местами. Ну, как переводят стихи, да? Ну, есть стихотворение, у него есть какой-то ритм, какие-то ритмы. И когда переводят на другой язык, ну, пытается переводчик эти ритмы, этот ритм, этот размер сохранить. И, естественно, что дословно стихотворение перевести невозможно, Ну, просто потому, что тогда не получится вот всей этой архитектоники. И поэтому, для того, чтобы действительно сделать классный перевод, Переводчик должен быть конгениален автору. То есть, да, он будет заменять слова, он будет делать какие-то такие вот вещи, Но именно в силу своей конгениальности он сотворит нечто разное. Ну, тут я должен сказать, что переводов на самом деле у Ницше достаточно много, Вот Заратустра, но вот конгениальных переводчиков как-то оказалось, прям скажу, очень и очень мало. И произошли, как я уже сказал, не просто подмены слов, А иной раз подмены смысла, который просто переворачивался на противоположный. И вот поэтому, когда мы с вами читаем сегодня Ницше, То там вот полно таких искажений. Ну, про Толстого я сказал, видите, опять к нему возвращаюсь. Толстой, конечно, читал Ницше по-немецки. И, тем не менее, Ну, не хочу больше возвращаться к Толстому, просто важно было мне это отметить. Не мог он воспринять Ницше вот всю эту поэзию, всю вот эту музыку. Он считал, что для философского трактата это просто неприемлемо. Но что любопытно, что при всем этом Толстой, ну, буквально поклонялся Шопенгауру. А Шопенгауру был учителем Ницше, во всяком случае Ницше так считал. Видите, какой тут сложный треугольник выстраивается. Ну, вернусь к переводу. Так вот, по ходу рассказа я постараюсь обращать ваше внимание вот на такие места в тексте, Где перевод был, ну, неточным. И тогда предложу вам немецкий вариант, или предложу подстрочный перевод. Ну, это на всякий случай, видите, я вас приуготовляю. Я уже сказал, что переводов существует множество, И я выбрал перевод, сделанный Юлием Антоновским, аж в 1911 году. После этого было масса других, ну, не знаю. В моем восприятии он по-прежнему остался лучше. Может, это субъективно, но я буду отталкиваться именно от этого. Но еще, о чем надо обязательно сказать, а как вообще родилась на свет эта книга. В 1881 году Ницше в Швейцарии, в горах, в Верхний Венганик, ну, прогуливается, да, Любуется природой, останавливается на берегу озера Сальва-План, И вдруг приходит, посещает откровение, мысль о вечном возвращении того же самого. Если кто-то читал роман Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия», то он помнит, там уже прямо на первых страницах попадается такое рассуждение Милана Кундеры, вот что он там говорит. «Идея вечного возвращения загадочна, и Ницше поверг ею в замешательство прочих философов». Ну, я, естественно, не буду разбирать роман Милана Кундеры, поскольку в роман там другая тема, но тема-то, в общем, пересекающаяся с тем, о чем говорил Ницше. То есть Кундера будет рассказывать о том, как возвращается все-таки нечто, нечто, чему лучше было бы не возвращаться. Ну, это Кундера. Но что любопытно, да, что, видите, Ницше, ну, жут, больше ста лет назад, и вот пишет писатель книгу, и оказывается, что мысль вот Ницше как-то проникает в нее, наталкивает на какие-то очень-очень глубокие рассуждения. И вообще, очень многие идеи Ницше оказались пророческими. И, видите, я сейчас вот взял и вспомнил Кундеру. То есть Кундер использует он эту мысль. Но на самом деле, он ведь что говорит Кундера? Что Ницше своим вот этим откровением поверг в замешательство многих философов. И, действительно, поверг. Ну, и тут, может, вправе мы задумываться, а что же, собственно, произошло там на берегу этого швейцарского озера? Озарение, что ли, случилось? Ну, если бы Ницше был человеком верующим, да, мог бы сказать, вот прям, облака разверзлись или спустились на землю, святой мне явился и так далее. Ну, Ницше не было человеком религиозным, вы это знаете. Ну, Гегель, наверное, окрестил бы случившееся дурной бесконечностью. Ну, Гегель потому что считал. Махонькую цитатку приведу. Конечность есть наиболее упрямая категория рассудка. Это из его работы наукологики. То есть вот что утверждал Гегель. И, по мнению Гегеля, в сферу нашего познания попадают только конечные вещи. Вот тена Ницше вырывается за пределы вот этой самой конечности. А как, собственно, нам преподнёс эту свою идею Ницше? Ну, я себе такую выписку небольшую сделал. Весь космос, Вселенная, всё, что нас окружает, представляет собой комбинации различных элементов. Ну, так рассуждал Ницше. Ну, а поскольку количество этих элементов ограничено, то есть конечно, да, значит, рано или поздно комбинации начнут повторяться. Даже при игре совершенно вроде бы казалось случайной. Но, тем не менее, если количество элементов конечно, то когда-то выпадет точно такое же сочетание этих элементов, какое уже однажды было. И через какое-то количество лет человек, во всём похожий на меня, ну, на меня это Ницше о себе говорит, переживёт и претерпит в точности то же самое. Его двойника Ницше тоже посетит идея вечного возвращения. И так будет повторяться до бесконечности. Ну, от себя могу добавить, что если будет повторяться, то, наверное, уже и в прошлом было. Но это уже мои соображения. Ну, а если вспомнить, как относился Ницше к религии, то идею вечного возвращения можно понять или истолковать ещё и иначе. Как выпад против, ну, теологической аргументации. Ведь вечное возвращение, ну, давайте задумаемся, оно отрицает любые варианты спасения. То есть небесную жизнь, там, загробную жизнь, там, всё что угодно. То есть никакого утешения никогда не будет. То есть, ну, с одной стороны, пессимизм. Очевидный пессимизм. Ну, как и у Шопенгауэра. Он тоже был пессимист. Шопенгауэра, которого Ницше очень долгое время считал своим учителем. Ну, потом отошёл от Шопенгауэра. Но у этого самого вечного возвращения есть и другая сторона. Ведь вечное возвращение одаряет нас надеждой. Надеждой, что ничто в этом мире не исчезает бесследно. Вот. А если взглянуть на идею вечного возвращения глазами Мартина Хайдеггера, то можно сказать, что вечное возвращение – это то, как Ницше мыслил способ бытия сущего. Я сейчас не буду развивать мысли Хайдеггера. Мы до него с вами тоже ещё доберёмся. А вот, например, Жиль де Лёс отметил другое. Махонькая цитатка. Важно избегать смешения вечного возвращения и возвращения того же самого. То есть, де Лёс что сделал? Он разделил эту идею на две части. Ну, де Лёсе было невероятно важно, поскольку вот на базе Ницше, он считался нитшианцем, де Лёс выстраивал свою философскую концепцию. О де Лёсе я рассказывал, вот вам даю ссылку, можете туда заглянуть. Ну, по ходу разговора о Ницше мы с вами к нему ещё не один и не два раза вернём. На сегодняшний день существует три взгляда на идею вечного возвращения. Как эти взгляды звучат? Ницше был психически болен. Его идея – это симптом нездоровья. Ну, есть такая точка зрения, я её вам привожу. А есть и другая точка зрения. Будучи блестящим филологом, Ницше перенёс в нынешний день то, о чём говорили древние авторы. Ну, и тут я должен махонькое отступление сделать. Говорили древние авторы. Ну, понятно, всех я не перечислю, но назову нескольких. Ну, вот, например, Гераклит, на которого часто ссылается Ницше. Гераклит утверждал, что Вселенной предстоит гореть в огне, а потом возродиться из пепла. Ну, понятно, что это не вся философия Гераклита. Я выбираю тот минимум, который вот подходит к той теме, о которой мы говорим. Или ориген, например. Произойдёт уничтожение Вселенной в конце времён, а потом начнётся восстановление. Ну, этой Вселенной и всего сущего. То есть, видите, так рассуждал ориген. Перепликается это с Ницше, да? Ну, пифагорейцы ещё очень любили рассуждать о циклическом характере времени. О музыке сферы и прочем я тоже вам рассказывал, видите, тоже предлагаю ссылку. А был такой учёный Мирча Илиады. Так он вообще расценивал Ницшевскую вот идею вечного возвращения, как интерпретацию индоевропейского мифа о круговращении времён. Ну, и существует третий взгляд. Идея вечного возвращения является глубочайшей и оригинальнейшей и требует особого прочтения. Особого прочтения. О чём говорил не только Милан Кундера, что поддержали Делёс и Хайдегер. Ну, на самом деле, видите, я назвал двух философов. Могу назвать ещё, кроме Хайдегера. Фукуяму могу назвать и так далее. Не буду сейчас растягивать этот список. Но давайте мы на время с вами отставим Кундеру, Делёса, Хайдегера. И вернёмся непосредственно вот к самому «Так говорил Заратустера». Но сделаем это с вами не сейчас, а в следующем видео. Поглядываю на часы. Вижу, что он говорил очень много. Ну, я предупреждал. Тема огромная. И следующее видео будет продолжением того, о чём я вам начал рассказывать сейчас. А сейчас до свидания и всего хорошего.